Американские журналисты провели свое расследование случаев жестокого обращения с детьми. Результаты шокировали всю страну. Оказалось, что органы опеки скрывали смертельную статистику, чтобы снять с себя ответственность. По сведениям репортеров, только в одном Техасе сотни детей не дождались спасения и были обречены на верную гибель. Из США репортаж Жанна Галаквы. Этот забавный медвежонок был бабушкиным подарком на день рождения маленькому Дикону. Но малыш не дождался праздника. Он скончался от черепно-мозговой травмы, нанесенной отчимом. Мальчик никогда не хотел идти домой, прятался даже. Мы не понимали, почему. Потом увидели синяки на руках, на спине, а потом он умер. Бабушка уверена, мальчика можно было спасти. Органы опеки приходили в его дом дважды, но всякий раз следы от побоев списывали на случайность. И подобных историй только в одном штате Техас не десятки, сотни. Журналисты из газеты «Остин Американ Стейтсмен» полгода занимались расследованием случаев жестокого обращения с детьми. И обнаружили, что органы опеки скрывают смертельную статистику. 779 детей погибли в Техасе за последние пять лет из-за жестокости взрослых, но официально считается, что только 124. Дело в том, что органы опеки делят дела на две категории. Одна для статистики. То есть в деле установлено, что смерть ребенка вызвана жестоким обращением. А во вторую категорию попадают дети, которые подверглись жестокому обращению, но это не явилось прямой причиной их смерти. Эти случаи нигде не учитываются. Результаты расследования вызвали шок. Выяснилось, что органы опеки регулярно потасовывают данные, вымарывают отчеты, лгут следователям, чтобы снять с себя ответственность за то, что не удалось предотвратить трагедию. Не можем же мы реагировать на каждый синяк. К тому же вести одновременно более 12 дел инспектору запрещено законом. Цифры журналистского расследования как приговор. Больше половины погибших детей уже состояли на учете в органах опеки. Каждый четвертый был изъят и возвращен в семью незадолго до гибели. Больше 40 детей сами сбежали, не выдержав издевательств. Их нашли и отправили обратно на верную гибель. Пятилетнего Джордана родители держали в чулане под лестницей и не кормили. Соцработники ни разу не зашли в эту многодетную неблагополучную семью. А в доме Брэндона Уайта побывали 23 раза. В рапортах все выглядело вполне рутинно, пока подростка не задушил отчим. Двойная бухгалтерия стоила Брэндону жизни. В других штатах такая же картина, там тоже не все случаи фиксируются. Да, во Флориде, например, ребенка могут признать утонувшим. И не отметить, что это произошло по вине родителей. Общей базы, где фиксировались бы все случаи жестокого обращения с детьми, в Америке нет. Так что попавшие на крючок соцслужб родителей, переехав в другой штат, могут на новом месте все начать сначала. Мы снова возвращаемся к теме, которая была главной в эти дни в Техасе. Смерть двухлетнего Колтона Тернера. Маленького Колтона Тернера полиция искала по всей стране несколько месяцев. Пресса следила за этой историей пристрастно. Тело мальчика нашли на окраине Остина. Оказалось, ребенка забили до смерти и, испугавшись, попытались скрыть следы. Два инспектора по делам семьи и ребенка уволены, один под следствием. Но это скорее исключение. Инспекторов обычно защищают до последнего, потому что мало кто идет на такую работу. Более трех миллионов случаев домашнего насилия ежегодно фиксируют в стране. В рапорт попадает только 40%. А смертные случаи расследуют крайне небрежно. Каждое пятое дело, касающееся ребенка, списывают в архив, так и не доведя до конца. Жанна Агалакова, Ксения Гомонова, Борис Леонов. Первый канал. США. Ксения Гомонова, Борис Леонов.